Салам алейкум, Дустар, с вами Альтер, вы находитесь на канале Чеггеря, а вот это реакция на сериал 5.32, дело номер 3. Вот, вначале скажу про то, где я смотрю вообще. Я смотрю в Телеграме. Что, думали, что в Ютьюбе или в Ютьюбе? Нет. Нашел в Телеграме канал, куда выкладывают серию без цензуры. Поэтому, ну, можете быть спокойны, я смотрю сериал этот без цензуры. Но в реакцию я буду вставлять видео, скачанные с Ютьюба, уже заблюренные. Ну, вы понимаете, чтобы Ютьюб мне ничего не предъявил за контент, который я выложу. Вот, поэтому, так как они выкладывают на Ютьюб, в Ютьюб без, ну, то есть, заблюренные видосы, собственно, у меня в реакциях тоже будет так. Я думаю, вы все это понимаете. Также хотел сказать по поводу прошлой серии, типа, как он догадался и так далее. Просто, как мне кажется, ну, и уже писали. Многие писали, задавались тоже этим вопросом. И многие говорили, что... Почему не ответили, типа, на этот вопрос и так далее. Да. И, типа, дофига комментариев было, то, что он увидел на фотке нож. Там не видно на фотке, я не знаю. Он увидел на фотке ее, что она в итоге продавала, там, беляши и так далее. И вот это стало для него, наверное, все-таки подсказкой. Почему, даже если это не... Ой. Я прошу прощения. Вот так вот. Короче, даже если это не официальная работа, а она сказала, что она безработная, так откуда у нее деньги на мясо? Ну, она же безработная. А если безработные, то они вообще, типа, валятся. Вот если только так. Ему это что-то дало, подсказало. И как-то у него все выстроилось. Да и это был, по-моему, тот район, где в основном пропадали люди. И вот. Еще также мне понравился комментарий. Ну, не у меня, это вообще у режиссера в Инстаграме. То, что все говорят, типа, откажутся от беляшей. Типа, не хочется кушать беляши. Но никто не говорит то, что откажется от водки. Типа, не хочется пить водку больше после этого. Никто ничего про это не говорил. И это, да, это очень сильно. Ну, вы понимаете. Если бы они не бухали, не было, собственно, и проблем бы. Вот, ладно, давайте смотреть третью серию. Третье дело. Кстати, мне сказали то, что серий будет больше. Ну, то есть 12, по-моему, где-то. И 5.32 это все-таки сура. Вот. Ладно, давайте смотреть. Вы же не против? Если я развалюсь. С удобством, с кайфом. Посмотрим. Очень крутая режиссерская работа в этом сериале. Ну, и не только, конечно, его заслуга. И всей команды абсолютно. Прикиньте, вот. Они поймут, что это он. И придут к нему, а он уже будет мертвый. И сериал такой. Кончится. И сериал такой. И сериал такой. Здрасте. И сериал такой. 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 Не понимаю. Я, конечно, извиняюсь. В чем прикол? Случайно в твой блокнот посмотрел? Ты, походу, туда все свои дела записывал. Да. А почему там? В одна жизнь. В таком отделе работал. Ты же в уголовном розыске работал. При уголовном розыске особоотдел был. А в чем была ваша задача? Ловили. Ловили. Ловили маньяков, серийников и извращенцев всяких. Ловили. А что это? В 90-е так много маньяков было. Их сейчас полно. Да их сейчас, да хуя? На вид? Обычные люди. До определенного щелчка. Или вспышки в башке. Щелчка? Открываем. Че за щелочки такие? Ну, у всех по-разному. Какого алкоголь, какого детская травма. А кто, сука, рождается таким? А среду можно определить? Кто маньяк, а кто нет? Всегда по-разному. И есть, есть, которые сразу палятся. Таких мало. Есть, которых можно спровоцировать. А есть самые сложные. Их только интуиции можно просечь. Вот в прошлой серии, наверное, тоже интуиции просил. Так, это мы и все. Вернулись, наверное, в те времена. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Канат! 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 Кашан битресмі на машинам? Кашан битресмі на машинам? Уш кім болды кой жасағаныңа? Анда вадилалар жалып жасауатыр. Оларға рейс кышу керек! Канат! Канат! Нат, улогане биттряк! Даже не даў. она жау". Ескіпі 로, од yn Seitenwarан ураї дatsот кырсу? С kellіiso зб Okу allам! Ескіпілик серпе чтен qекп aç тыс б fines? Ескіпілик ваше Corу nonsense, Мне уже жалко ее. Ты себя бай, буржалка. МИЛИЦЕЙ САХРАВКИ Больной ублюдок. МИЛИЦЕЙ САХРАВКИ Ну такое вот. МИЛИЦЕЙ САХРАВКИ 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 МИЛИЦЕЙ САХРА МИЛИЦЕЙ САХРАВКИ МИЛИЦЕЙ САХРАВКИ МИЛИЦЕЙ САХРАВКИ МИЛИЦЕЙ САХРАВКИ МИЛИЦЕЙ САХРАВКИ МИЛИЦЕЙ САХРАВКИ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эй, ты а хули смотришь? Сипался отсюда на? Ты меня чуть не сбил. Извинись передо мной. Хе-хе, че, блядь? Ты меня чуть не сбил. Извинись передо мной. Эй, братишка, пошел нахуй отсюда. Леща, бля, ушатают тебя, эй. Давай. Ебать. Не убежаток? Эй, толпы перьями, нахуй. Эй, толпы перьями. Эй, эй. 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 Так вот же дверь открыта. Кошмар. Слушай, кажется, это обычная бытовуха. Таких убийств в год знаешь, сколько происходит? Да и вообще, при чем тут ваш отдел? Нет, это было не просто убийство. Это был первый щелчок. Думанико. Капец, он так еще по улице шел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Музыкальное сопровождение еще наклетает прям жестко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Или он её просто изнасиловал? Я думал он от неё тоже избавится Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Пошёл бы в бокс просто, а? Лику ещё толпы не хватало Чё она не может встать? Чё вы? Или её? Чё с ней? Блядь! 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 Тауэллоууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Кошмар. Кошмар. А я говорю, вот стоит сейчас шар, а лишница пока останавливается. Алихан, что у вас? Ну что, мужик был убит тупым предметом по голове, предположительно монтировкой. А вот по ранам женщины есть странности. У нее такие же удары по голове, но плюс ножевые ранения. А в чем странность? А странности в том, что между ударом монтировкой и ножевыми ранениями шесть часов разницы. Гематомы затвердевшие, а раны от ножа свежие. Тогда все ясно. Дело было так. Мужчину убили сразу, женщину избили, насиловали шесть часов и зарезали ножом. Стоп, стоп, Шалкар. Одна деталь. Жертва не была изнасилована. В смысле? В прямом. Так, я что-то не пойму. Мужчину убили, женщину избили, потом в шесть часов ничего не происходило и женщину убили ножом, что ли? Ну, получается так. Тут что-то не сходится. Блядь. Походу, у нас скоро трупов будет дохуя. Почему? Потому что это бессистемный маньяк, который только-только вошел во вкус. А чем это бессистемный маньяк отличается от обычного? Бессистемный маньяк не выслеживает своих жертв, ничего не планирует, может убить первосречного. Не скрывает следы, не трупы. У него все происходит вспышками. Если он включится, он может убить в любой момент и где угодно, и кого угодно. Ну, он как будто уже встречался с подобным. Здравия желаю, товарищ поклонник. Вольно. Так, по делу я был трупок за городом. Надо ускориться, ребята. Потому что журналисты все узнали. И как только выйдет статья, в городе поднимется жесткий переполох. Что там у нас по делу? Ну, усыновили погибших. Батого из Мумбаева, от стырчаста. Ейкала сварь, домохозяйка, замужем. Что они там делали с погибшим? С погибшим Жесуповым, они были любовниками. И у Жесупова и у Мумбаева есть семьи. Ну, бля, ну тогда все понятно. Надо просто допросить мужа, жену, братьев, сыновей убитых. И всех тех, кто мог узнать, что они любовники, и просто приревновать. И, кстати, газетчикам надо сказать, что это не маньяк, а простое бытовое убийство. Не, Волжас Харятович, по рисунку убийства видно, что действовал бессистемный серийный маньяк, который только-только учится убивать. Да, я тоже согласен, Шалхарм. Вряд ли, парзой хозган шагадам, адам на интермине им шиктерингисит. Ну, мне, бля, да ты стил, без себя не стройте нахуй! Сказал допросить родственников! Снимали запрашивать родственников! Есть? Есть. Кошмар. Вот его любовь безответная. Бля, зря время теряем. Приказ есть приказ. Кошмар. Может, и у них нету с хандаром, и у них любые полганы. А что? У них нету. Мы их добьем, я думаю. Давай не будем сами себе вертики создавать, а? Как должно быть по уставам, скажем правду и допросим. Вы, если бы они не поехали изменять, возможно остались бы живы. Не знаю, как я. Я не знаю. Сынки вы, не уйдете конфликты, не уйдете, не уйдете. Не уйдете. Может быть, не уйдете? Не уйдете, не уйдете. Да уж, тяжело это все. Ну реально, вот этими допросами... Кто этот мужик? Думаю, что это не уйдете? Не уйдете. Короче. Сыздың кеңіңізді машина дөлдер кеткен. Энді маньяктарды біле сұғалар. Бастары жұмыш осамайтын. Жаннабыр басқа ойра елдің тұрубына кеп жатқысып кеткен. Ой. Истейшто бау. Жабан алиққы маңыз, е? Снялды басната дұрс. Я все знаю. Оланды любовниці сұмылд. Знаете, мы работаем в спецотделе при уголовном розыске. Занимаемся особо опасными преступниками и маньяками. Они, сами знаете, очень непредсказуемы. В общем, чтобы сбить нас со следа, убийца переместила оба трупа, которые не имеют друг к другу никакого отношения. В одну машину. Но мы его найдем. Мы работаем. Блин, мужик, конечно, классно отыгрывает. Мама! Привет. Азеля? Привет. Не узнала? Нет. А мы знакомы? Да. Мы же с тобой в одной шкуре учились. Паралилы дырса. А... Если честно, нет, не помню. Ты как не помнишь науле, а? Ты что, больной? Извини. 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 Классно отыгрывает. Мы же как-то с классами в поход идти. Не помнишь? Извини, я тебя не помню. Мне идти надо, хорошо? Меня муж ждет. Муж. Иди! Иди дальше! Кошмар Такое перевоплощение было, конечно Да Ну что Все как и прежде Я насчитал на теле Более сорока ножевых ранений Задеты все жизненно важные органы Грудь и язык, блядь, отрезаны Да, и Жертва опять не была изнасилована Ясно Я думаю Она остановит Ну типа Я шла через парк Вдруг вижу какой-то Странный шум Смотрю А там мужчина Он по пояс голый И весь в крови Соберитесь, пожалуйста Что было дальше? Я закричала А вот Представляете Он даже не обратил на меня Понимаешь? Он продолжал пресс Кстати, он отрезал Грудь Девушки СМЕХ А вы помните, да? Как он выглядел? Да Да, да, да Я эту зоку На всю жизнь запомнила СМЕХ 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 Все На фраду работаем вверх Доколь отделения Тара-тара Тара Ну что? Надо лоб Остается только ждать Чего? Бля, не знаю А это мыло Бессистемный маньяк Будал логик Ожух нахуй Бля, заебал Вот надо было К мужу Я думал Он к мужу направится А он к начальнику отправился Да Короче, Чикторь Там нашли еще три трупа Две девушки-студентки И одна пенсионерка Почерк тот же У всех отрезаны грудь и языки Вместе с пенсионеркой Была обнаружена ее собака И тынг-тылингец по самому грудь Фоторобот опознали Сейчас проявляем по базе Имя убийцы предположительный Ханат Баймурин Жимовец шаста Буйдак Есть разряд по боксу Ну и еще есть адрес подписки Да ты че? Ну? Че, поехали? Конечно А он дома, да? Домой притащил? Домой притащил? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не знаю, мужики, честно, не знаю, это... Знаешь, он это... в автовазе работает? Мужики! 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 Пора! Сочный узбоскорный наряд! Быстро! Есть! Спокойно, успокойно, успокойно. Гуман! Помоги! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спокойно, успокойно, успокойно. Что случилось, мужик? Это канат. Канат меня подрезал. Баймули? Он здесь работает. Да. Он напал на Самат и куда-то увез. Я хотел помешать. Короче, он меня подрезал. Кто такой Самат? Самат, это наш начальник. А канат его братишка. Я его говорил, надо его увольнять. У него с головой проблемы. А он все жалел. Говорил, братишка, может исправиться. Адрес знаешь, каната? Знаю. Эй, сука, ложись, быстро, блядь. Воды, сука, дай. Воды, сука. Э, кому говорю, сука, долбовь. Воды, сука. Воды. 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 Воды, воды. Блядь. 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 Бьем пленки. Сука. Блядь. Блядь. Сука. Кошмар. Сейчас тошнит, если честно. Есть такой момент. Зачем он языки отрезал? Зачем ты им языки отрезал? Они много пиздели. Я хотел, чтобы они заткнулись. А груди? Не. Зачем. Зачем. Эй. Сенің анабультурген адамдармен барлығыны конфликт болды. Нахуе сен екі студент калу өлтірді. Это не он. Сука. Ты че пристишь, блядей? Май! Блэд! Сука! Запусти! Я хотел да нахуе! Да! Хватит! Ну, это не помогло. Теперь все время сэшлэккалсай. Больной, блядь! Псих. Да нет. Врачи сказали, что он не псих. Вот так вот. Еще одна крутая серия. Еще одна классная история. Мрачная, ужасная, конечно же. Но очень крутая. И очень крутой главный злодей в этой серии. Именно... Ну ладно, сейчас дойдем до этого. Старик. Мне кто-то объяснил. Я спрашивал, типа, что им движет? Зачем ему вообще? Никакого мотива пока не известно же. И мне один написал, типа, ну ему уже 10 дней осталось. Ну что-то типа того. И что? Типа он скоро умрет. То ему надо побыстрее поубивать людей. Непонятно, короче, пока. Что им движет? Зачем ему все это? Я думал, только девушку, ну ты парнишку зачем-то затащил. Тоже странный. И, блин, прикиньте, если они не успеют раскрыть дело и приедут, когда он уже будет мертвый. И ничего ведь тут еще не сделаешь. Он все равно умрет. Ну хотя... В любом случае. Типа... Прекратятся эти убийства. Вот. Вернемся к нашему бессистемному маньяку. Так назвали его. Парнишка классно отыгрывает. Вот. Ну я не знаю. Он, мне кажется, начитался, насмотрелся вот на всех этих. Ну смотришь на него и думаешь, блин, реально псих какой-то. Очень круто передает вот это все. Вот. И... Он классно переключается еще так же. То есть... Вроде бы вот нормальный. В спокойном состоянии. Потом хоп. И резко становится бешеным. Вот реально щелчок как будто какой-то. Охренеть я как... Я просто офигел, когда узнал, что... Это брат его родной. Старший брат. И вот, ну... Так с ним поступить. Жесть. По поводу звонков девушки и вообще встречи с девушкой. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Ну, у него же, типа, есть какие-то чувства там к ней. Он ее любит, пипец, как сильно. Но, увы, у нее не получилось. Вот. Очень крутые сцены с ним в квартире. Как раз-таки вот когда он был на взводе и не знал, куда себя деть, решил пробежаться, и вот тут вот его было первое дело. Ужасно. И немножко непонятно. Ну, реально, никакого смысла не было. Типа, как-то странно, он того покалечил и свалил. Ну, то есть, ее тоже побил. Мне казалось, ну, вообще она мертва. Но она спустя сколько? Шесть часов, получается. Она очнулась, решила выбраться. Но в итоге там уже был он. Еще так показали, как будто бы... Как будто бы она долго выползала вообще из машины. Вот мне немножко не нравятся эти моменты. И почему она ползла? Ну, хотя, какая разница, он уже там был. Ужасная, ужасная история. И с этими, ну, и грудь, то, что вырезали, вообще ужас. Но, повторюсь, сам маньяк очень крутой. Круто отыгрывал. И как здорово, то, что его так, ну, можно сказать, быстро нашли. Опять же он попался, спалился на улице. Он не избавился от этой женщины. Он просто, видимо, и не видел ее. Он уже был в этом состоянии, считай. Потому что даже когда они к нему ворвались в квартиру, он не видел, он их не слышал. Он все, он в своем мире. И ему было абсолютно по барабану на все. Это жесть какая-то. Вот просто в нем жил какой-то дьявол. И он очнулся. Как вот в парке. Он скинул с себя одежду. Все, как будто перевоплотился. Жесть. И, ну, соответственно, он не отдавал себе никаких... Как это говорится-то? Действий. Никакого отчета. Кошмар. И вы знаете, в конце тоже мне понравилась фраза, то, что... А врачи сказали, что он здоров. Что он не больной. И... В этом тоже есть правда. Что это... Ну, что... И это тоже печально все. Я как-то раз вообще писал рассказ. Тоже про маньяка, кстати. Ну, не маньяк он был. Ну, в общем, у моего персонажа было раздвоение личности. Типа... Это... Этот твист я... До самого конца, короче, держал. Вот. Чтобы люди, когда читали, не понимали вообще, в чем за мут. И, короче... А что я хотел сказать-то? А, и у меня врач как раз-таки... Ну, в рассказе я с ним тоже работал. И при разговоре с врачом он был нормальный. Просто у него в один момент только вот было это переключение. Здесь, может быть, точно так же. Было бы, конечно, классно. Вот. Я вот толком даже уже не помню, что конкретно там происходило. Это давно было. Я давно писал. Вот. И там бредятина. Но просто я хочу сказать то, что можно спокойно. Я не знаю, конечно. Ну, я надеюсь, его посадили. Вот. Классная серия. Как вам? Пишите в комментариях. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо всем большое за просмотры. Всем пока. Пишите в комментариях.